Что именно интересует вас обо мне? Священник, не священник, или рабочий, или кто, примерно, хотя бы знать. А, ну, в принципе, я вам там, когда писал запрос, я вам дал там ссылочку, там, в принципе, краткая информация обо мне была, если вы читали. Это не из Коломны? Нет, это не Коломна, это Украина Полтавская. Так, значит, мне не поступало, я ничего не... Так, с нуля скажите, пример, ваш возраст? 43 года, закончил заочно Свято-Успенскую Киево-Печерскую, это, Свято-Успенской Киево-Печерской лавре семинарию. У вас огласка-то нету? Еще раз. Гласка, смотреть, я вас не вижу. А, дело в том, что он есть, но в данной ситуации мне показывать, что на моем фоне творится, я не хотел бы. А что за фон-то у вас такой? Ну, вот у меня стоит, например, вот покупали ванну, и ванная стоит у меня в комнате. Ну, у меня-то какая обстановка-то? Вы о ком говорите? Это если меня знаете-то. Ну, я понимаю, ну, я, в отличие от вас, я немножко комплексую в этом отношении, а тем более, если разговор записывается, я бы не хотел, чтобы миллионы людей видели, что у меня там творится. Ну, потом, в принципе, если у нас дальше будет общение, в принципе, я смогу потом подключиться и более-менее... Как вы это умышленно закрылись? Ну, вообще-то, в данный момент, да. Потом, когда надо будет, я потом подготовлю, чтобы мне не так было стыдно свой фон показывать. Да и себя внешне немножко приведу в порядок. Вы меня видите? Вас вижу. Ну, посмотрите, какая обстановка-то. Ну, маленько-то гляньте, какой. Хуже моей-то у вас не может быть-то. Это бы напрасно. Человек-то не этим ценится-то. Да я понимаю прекрасно. Ну, если вас не обидит, давайте первую встречу сделаем таким образом, пока так, как у нас здесь. А второй раз, когда будем общаться, мы уже откроем для общего доступа. Давайте сначала друг друга пощупаем, как говорится. Кто мы, что мы, чем дышим, чем жирём. Так, я вас слушаю. Что вы хотели от меня конкретно, что вы на меня вышли? Ну, меня заинтересовало, я там посмотрел у вас, там, немножко информацию о вас. Я так понимаю, у вас идёт старообрядовая... То есть вы старообрядец, скажем так, правильно? Ну, как старообрядец? Старообрядцы с нами же не служат. Определение такое. Вот обо мне стали разговаривать. Ну, один, другой, третий, четвёртый. И один священник говорит. Ну, понимаете, человек настолько необычный, трудится среди всех. Я среди баптистов, адвентистов, яговистов, там, мусульман. Ну, а кто он такой-то? А, говорит, определяйте по тому, куда он людей зовёт. Вот куда он зовёт людей, которые обращают. А что обращаются, это... Ну, видно, что люди священниками делаются, с сектантов. Все до одного обращённые находятся в московской патриархии. Ну, в данной ситуации я вовожу это для того, чтобы просто-напросто иметь представление. Ну, во-первых, старообрядцев разделяется на очень много течений. И там надо тоже знать, конкретно какое. Поповцы, беспоповцы, кричи... Да, правильно, правильно. Поповцы, беспоповцы. Мы к ним не относимся. Но это наш корень. Мы оттуда происходим. Ну, корень один. Корень идёт один ещё до Никоновской реформы, как говорится так. Да, у меня деды были с той стороны. Одно, я знаю, что священства нет, а без священства нет таинств, мы находимся в церкви. Брат у меня закончил московскую семинарию, он протеерей. Но мы находимся в русско-православной зарубежной церкви. Теперь, когда уже произошло этот акт о каноническом признании, мы были категорически против, заявили об этом. И когда у них там было всепастерское совещание в Наяке, где ездила Сан-Франциско, и мой брат, отец Аким, он 35 лет протеерей, он там был, ездил, как делегированный туда. Мы были против категорически. Но мы заранее сказали, какое бы решение не было принято, мы ему подчинимся. Мы стали молиться о том, чтобы нам не забунтовать и не выродиться в секту. И нас Господь на этом сохранил. Их называли там лавровцы, с лавром, которые пошли-то. Да, мы с ними. И вот теперь, когда оставили епископа Евтихия Курочкина над приходами русско-православной зарубежной церкви на пятилетий период, это они сами все придумали потом. Это ни о каком объединении речи тогда не было, что там было, а просто признать благодатность той и другой стороны. И вот все вошли, кто куда разбрались, кто к Агафангелу Пашковскому на Украине, кто к Тихону Пасечнику в Омске. Мы остались в том же самом положении, никуда. Но она приезжает к нам, епископы Московской Патриархии, у нас служат, мы православную деревню строим. Ходят вместе, здесь батюшка с ними, с одной чашей причащается, вместе служат. Но мы не в Московской Патриархии, и мы никогда туда не пойдем, никогда. Потому что там смерть. Просто портутка поэтам, они нас сразу уничтожат. Мы их очень хорошо знаем. Они не останавливаются ни перед какой ложью. Вот мы благовестническая община наша. И везде принимают. Мы очень широкий круг. От Владивостока мы прошли, вот нынче у нас путь до Португалии идет, от Скандинавии и Прибалтика. Ну, в Португалии я знаю, что, по-моему, в Португалии приехало то ли две, то ли четыре семьи. Вот не забудьте потом, мне это нужно будет зайти. А они, нас принимают везде хорошо, где нет православных священников. Они люто восстают. Они лгут. Это свидетели Иеговы, там, это как угодно, там, американские, что угодно плетут. С ними нельзя работать. Мы им даем тысячи, десятки тысяч евангелий, а они собирают и сжигают церковные оградения. Я написал патриарху Кириллу, это антихристы, и вы за них ответите. Вот беда-то какая. Поэтому мы признаем благодатность московской патриархии, но они готовы сегодня же нас уничтожить. И поэтому мы под них не пойдем. Мы по-прежнему поминаем на богослужении митрополита Илариона. Как мне вас правильнее было бы назвать? Все-таки вы мне подсыпаете церковь. Я Игнатий Тихонович, отец Тихон. О, так, Игнатий Тихонович, хорошо, Игнатий Тихонович. Вот я, кстати, вам еще раз кинул ссылочку, вот прямо тут, где мы с вами общаемся. Можете зайти по ней и почитать немножко то, что я пишу, о чем думаю, о чем рассуждаю, чтобы вам было легче меня понимать. Нашли, да, ссылочку? Нет, я не вижу, там поэс, постскрипт, но больше еще не написано. Юрий Владимирович... Нет, это надо в это смотреть. В сообщениях, вот здесь, под скайпом. Ну ладно, потом посмотрю, сейчас-то уже поздно. Так, говорите, пожалуйста. Ну вот, я что хочу сказать. Дело в том, что я, например, тоже тяготею к старообрядчеству, ну в каком отношении? Мне, во-первых, близко это все. Хотя бы потом отношение, что выстраивается такая вот форма даже воспитания людей, населения. А у нас вот то, что сейчас творится, это полный развал, конечно, я тоже против этого восстаю. Но опять же мне, и как многим из нас, очень тяжело бы, допустим, было бы, допустим, вот сказать, все, я бросаю в московский патриархат и перехожу к старообрядцам. Во-первых, у нас многих очень... На памяти есть такие слова, как вот Лаврентия Черниговского. Хотя многие ругают эту книгу под видом того, что якобы это написал какой-то там раскольник, какой-то непонятный схимник и тому подобное. Но, с другой стороны, я этого схимника видел, и я в нем ничего такого не видел, чтобы сказать, что у него там что-то плохое. Я имею в виду Схиегумена, Хирубима, Дегтяря, если я не путаю. Я с ним какое-то время общался там недолго, ну, я в нем такого ничего не заметил. И в книге то, что он описывает, он, в принципе, приводит, по большому счету, высказывания других людей, которые общались с Лаврентием Черниговским. Вот он Лаврентием Черниговский говорит, что ни в какие расколы, ни в какие ответвления от московского патриархата. Но, но, это я уже сейчас от себя скажу, что да, я очень сильно не согласен с тем положением, что сейчас происходит в московском патриархате. Большой бардак, это даже мягко сказать. Но, с другой стороны, если я буду тоже вот так вот, вот у меня знакомый свящий, яромонах, он ваших лет, по-моему, яромонах Иериней Черноуз, он служил в Козельщанском женском монастыре. Если вы знакомы с монастырями, то, я думаю, вы знаете. Это в Полтавской области Козельщанский женский монастырь. Там знаменитая икона Козельщанской Божьей Матери. Так вот, он тоже вот, его там нынешняя настоятельница, покойная, схимонахиня, умерла, схимонахиня, это, схим ее имя не помню, а так вот она была и игуменей Серафимой. Очень хорошая матушка, я с ней тоже лично знаком, много от нее полезного узнал. И вот после ее смерти пришла новая настоятельница, которую, как Иериней Черне... Как Иериней, яромонах Иериней ее озвучил, сказал, что она, ну, жидомасонская подстилка, как бы сказать так. И он сейчас вынужден, как говорится, не служить, у него нет возможности не... Ну, он будет постоянно с инкодами и там подобными вещами. Его за это припинают. Его то в запрет отправляли, то запрещали служить, то еще каким-то образом. То, чего тоже монахиня вот в этом монастыре тоже вынуждена уйти была с этого монастыря. Из-за этих порядков нынешних. То есть, к чему я веду весь этот разговор? Что я, например, считаю, что старообрядчество и московский патриархат, хотя бы номинально он должен быть в союзе в том отношении, потому что многие люди, которые хотели бы прийти именно к исконной старообрядческому, так скажем, течению или первоисточнику, скажем так, то они не могут уйти с точки зрения психологии, того, что... Даже вот взять, как я говорил, Лаврин Тичинга сказал, никакие расколы. Это, ну, смерть опасна. Нужно поминать и того, и того патриарха, как говорится, как он бы плохой не был, до тех пор, пока не произойдет то-то, 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 то-то. Вот я вот на эту тему, в принципе, и хотел с вами поговорить. Это так, в общих чертах. Потому что я, в принципе, еще так не сильно подготовлен, чтобы более детально разговаривать на эту тему. Ну, хотя бы в общих чертах. Со временем, может быть, мы вернемся к этой теме. Ну, вот, хотелось бы сейчас пока вот так вот обговорить вот эту тему. Так, от меня что нужно? Ну, я вот, опять же говорю... Поточнее выразите, а то я, может быть, пропустил мимо, что вы сказали. Говорите еще раз. Что именно я должен сказать или какой-то вопрос осветить, ответить? Я вам пока сейчас вопросов не задавал. Я вам просто объяснил свою ситуацию, свое видение этого положения. А вот вопросы будут сейчас вот такие. Ну, вот смотрите, у вас на сайте есть фотогалерея, и там вот не помню, за какой год, или за 2009, или за 2011, не помню. И вот вы там со своим братом Иакимом и с представителями Московского патриархата и священством решали вопрос с общиной, я так понимаю, об объединении с Московским патриархатом. И там была подписка, что община не согласилась. С одной стороны, я понимаю, почему так произошло. С другой стороны, вот вы, как я и сказал, что многие бы хотели бы... Вот у меня много знакомых, которые ходят в церковь Московского патриархата, они тяготят к старобрядчеству. Но они не могут уйти в силу своих пониманий вот этих вопросов, что любой раскол может не проститься, так скажем. И многие этого боятся, и их понять нужно, и можно. Тоже Лаврентий Черниговский предупреждал об этом. Поэтому я и говорю, что нужно найти какие-то вот соединяющие вот эти вот нюансы, не смотреть на политику, а смотреть больше на духовную сторону, и соединить людей, чтобы они могли прийти, допустим, в общину старобрядцев, ввести... Кстати, вот в Москве есть храм, который служит по старобрядческому стилю. Вот почему нельзя сделать, например, вот и полтора, и не так. А? Отец Кирилл Сахаров, игумен. На населёнке. Не помню, не помню. Ну мы у него были, я там проповедовал у него. Он приезжал к нам в лагерь был, да, он служит так. Вон от храма Христа Спасителя, это метров 250 только рядом. Ну вот смотрите, он же принадлежит, получается, к Московскому Патриархату, и однако же он может служить и по старобрядческому, и не мешает... Это самый правильный выход. Так а почему и у вас так не сделают, чтобы люди могли не бояться с Московского Патриархата прийти в церковь или в храм старобрядческого обряда? Потому что если они не смогут прийти, то придут, их назовут шаскольниками. Понимаете, в чём ситуация? Нам-то идти зачем, когда мы стоим на месте? У нас в деревне живут, которые старобрядцев, а они наши родственники. Я говорю о других людях, которые не являются старобрядцами, но хотели бы прийти. Но они не могут в силу того, что, например, у вас, например, не принадлежат к Московскому Патриархату, а они к Московскому принадлежат. И они не могут прийти в силу из-за этого. Еще раз повторяю, вы не дослушали, что я хотел сказать. Они их вызывают, ну, допустим, в Новосибирске, там отец Михаил. Кто будет посещать богослужения в Потеряевке у нас, будет отлучён и лишён причастия. Они приехали здесь в Барнауле, когда переехали, думали поближе к Барнаулу, тут как-то и остановка изменится. И они сказали, здесь отец Никола Думнов. Он такой склонный, помягче. Ничего подобного. Тоже самый ответ. А если бы он разрешил? Разрешил его бы сами свои смели мгновенно сразу. Там свирепость нечеловеческая. Самая свирепая секта, какие есть, если сектантский дух, это старобрядчество сегодня. Они никого не признают, не понимают, ничего. Только одно. У них простая проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Всё, проповедь закончилась. Они ничего не могут дать. Мы их знаем очень хорошо, потому что наше родство там среди них. Среди белокринской иерархии. Не без священства, а неправильно. Это церковь настоящая. Но настрой не только не церковный, а даже антихристом трудно назвать. Ещё ниже. Вот я и понять не могу. Вот, например, ваша община. Она относится как к старобрядчеству, как к русской православной церкви за рубежом. Так я понимаю? Не к старобрядчеству. У нас, видите, мы шире смотрим. Допустим, что относится к старобрядчеству сегодня? Я просто понять хочу. У нас два перста и три перста. Совершенно свободно люди молятся, никогда никто не спросит. С одной и пишет Иисус, или с двумя. А во время богослужения и литургии всё время у нас символ веры считается и Духа, Святаго, Господа, истинного, Желтворящего. У нас официально на это документ есть. То есть нас ничто не разделяет, кроме старобрядческой злобы. Притом они ничего не могут сказать. Они никаких претензий к нам не имеют. Мы с ними не воюем. С их стороны. Это враждебность татанинская просто. Третье поколение в Новосибирске вырастает, после того, как я оттуда выехал. И они их учат, которые у меня в глаза не видели ничего. При одном слове они в бешенство входят. У меня это в книгах всё выставлено. Документально. Игнатий Тихонович, вот я хочу теперь немножко для себя разъяснить. Я вот пытаюсь сообразить. С одной стороны, я вроде бы всё понял. Но я вот опять ещё раз не могу понять. Вы относитесь к старобрядческой церкви, вот вы лично, к старобрядческой церкви, ну, к зарубежной церкви. Нет, мы относимся не к старобрядческой, не к старобрядческой, а к самой православной зарубежной церкви. А у них там и старобрядец этот был, епископ Даниил Иллирийский. Мы просто знаем это. Но мы к старобрядческой не относимся. В нашем названии русская православная церковь за рубежом. РПЦЗ. Ага. Иллирийский, который сейчас вместе приезжает, и вместе они там с патриархами здесь, и все вместе. Та часть, которая, как говорят, соединилась. Ну вот, а вот это вот, господи, вот это даже вот, как бы это сказать, внешняя часть богослужения, у вас ближе к старобрядческой идет. Никак. У нас все православное, ничего старобрядческого нет. Наоборот. Вот. Мы дойдем еще дальше. Мы добились разрешения официально. У нас служба идет на церковно-славянском языке один к одному. Как идет во всех православных храмах Московской Патриархии. Поэтому местные епископы Московской Патриархии к нам приезжают, и они служат. И они возглашают патриарха Кирилла, а потом митрополита Илариона, потом нашего Евтихия, и тогда местного Максима. И нас ничто не разделяет. Ничего старобрядческого у нас нет. Но Духа Святаго, Господа Истинного, вот это слово истинное произносится. Только и всего. У нас одежда просто старобрядческая. Он смущается то, что у нас старобрядческая одежда. Одежда? Да, да. Она не старобрядческая, это русский человек так одевался. У старобрядческого не замужчика полголубая открыта, а у нас все закрыто. У нас даже не... Мы намного дальше идем. У нас... Повторюсь сейчас еще, что служба идет на церковно-славянском языке, но все библейское, это ветхозаветное чтение, псалтырь, Евангелие, ну, Новый Завет, на русском языке, синодального перевода 1876 года. Но если эти псалмы поются, поются на церковно-славянском. То есть мы золотую середину избрали. И нам официально это разрешено. Господи, а разве нельзя было, допустим, сохранить все то, что было старое, и это не изменяя, то есть это не вводя золотую середину, а оставить все то, что было старое до этого, но без фанатизма. Потому что получается, какая-то двойная монетка получается. Но вы спросили, я ответил. Ну, я все, я понял. Я просто не сначала... Я вам отвечаю так, как есть. У нас один к одному богослужение идет, как во всех храмах московской патриархии. Ни одно слово не изменяется, а только одно слово Духа Святаго, Господа Истинного, Животворящего. Все. Все остальное один к одному. А что у них, старое обрядчество? Вот у нас путь такой избранный. И старое, у нас вольфот, когда они приходят. Пожалуйста, которые приходят. Я вот, к сожалению, не знаю, как у нас по Полтавской области, вот в этом отношении. Я еще не интересовался, надо будет уточнить. Ну, ладно, это другая тема. Вот у меня еще один вопрос. Вот ныне почивший митрополит Виталий, я по видео смотрел только одно, только его проповедь, это о молитве русского человека. А есть ли другие у вас, может быть, записи, чтобы, может быть, у вас как-то их перенять? Есть. Я с ним много время провел, когда был в Нью-Йорке. Это молитвник. Я с ним вместе молился. Привез от него дары, тут антиминсы, книги, фотографии у меня с ним есть где-то. Есть материалы, и они стоят на нашем форуме. На нашем форуме бываете? Ну, я вот так мельком глянул, но я не знаю, есть ли у вас там все записи проповеди по учению митрополита Владимира. Я не знаю, есть ли у вас там видео, видео. Митрополита Виталия имеете в виду? Митрополита Виталия. У меня от него грамота на проповедь всероссийскую, когда я еще не был рукоположным щицом. Это можно сказать единственное... А я говорю о его запихах, о его личных запихах. Я сказал, что что-то там есть, а все, я за ними и не гонялся. А можно что-то зарядить в Ютубе найти. Да я искал там только вот это молитвы русского человека. Ну, вот Василий Рязянько там, епископ есть. Не знаю даже, что там где есть. Не знаю даже, что у него еще есть. Ну, вот надо будет, потому что мне лично много то, что о чем говорит, особенно вот в этой уже давно гуляющей по интернету записи о молитве и сердце русского человека. Вообще это очень близко к тому, что я думаю, о чем я хочу, как говорится, надеяться, что люди примут. Вы из какого города звоните? Скажите, пожалуйста. Да, это не секрет. Кремичев. Ага. Понятно. Это Полтавская область. У нас там есть, у нас есть старообрядческие общины, ну, я глубоко не копал, я с одной женщиной общался, но я боюсь, что они не такого же толка, как и те, с кем Вы вот общаетесь у Вас там на Урале, на Сибири. Нетерпимость, жестокость у них. Ну, жестокости нет, но упрямство, упорство очень сильное. Я говорю жестокость, жестокость, при том, жестокость убийственная. Я это знаю из того, что есть. Ну, я в такой степени не сталкивался. Ну, я-то, это корень, он наш. Я там венчался. Я там был. При том, что слово ложь, принято как заслуга какая-то. Хорошо, если солгал. Это, подождите, заслуга, если солгал у них? Да. Ложь, конь во спасение. Бог ты мой. Да, это как у католиков, для вящей славы папства. Там можно все лгать. Я говорю то, что знаю. У меня жена оттуда взята. Я знаю это, потому что там и жил у них, и причащался, и там венчался. Новосибирская община старообрядцев. Клеветы непрерывные. Слово Божие не вмещается. Они просто не любят. Библия для них чужая книга. Это сейчас они маленько пообмякли. Лютое... Так а что для них было, если не Библия? Что для них было священным? Что священно? Если не Библия... Если не Библия... Два пальца священно. Предание даже не шло в счет, да? Ну вот, смотрите. Сейчас вышел фильм «Раскол Николая Достоля». Видели? Нет. «Раскол». Запишите. Это многосерийный фильм. Конечно, там консультанты были старообрядцы. Никон и Аввакум. Вот этот момент взятый. Царь Алексей Михайлович, почитайте. Я с ними разговаривал. Вы признаете все? Да, все. И они ни тот, ни другой Евангелие в руках как будто не держали. Псалтырь знает, больше ничего нет. Оба достойны один другого. Вот они такие остались. Ну так глубоко я не заглядывал. Не знал, что такие существуют нюансы. Я говорю то, что есть. Вот епископ что-то там на исповеди сказал не так. Ну, епископ Силуян, я вам называю, Новосибирск. Приходят к нему двое. Федя Устинов и Володя Долгов. Они его повалили, пинали и били. Это даже патриархии не было за сто лет, за тысячу лет такого. Обыкновенные прихожане сбили епископа, исколотили и ушли. Они свирепые в волке. Этого даже ни у обновленцев, ни у кого такого не было. Ни у одной из секты такого не найдешь. Ну, насчет того, что у нас архиереи могут избить священника, у нас, например, такое тоже не проблема. Ну, правда, что миряне пришли и тоже, ну, это где-то там в других местах. А тут друг друга знают. Они без него шага не сделают. Но что-то не появится. Так я же говорю, у нас в этом отношении не лучше творится. У нас архиерей может избить священника, а священник избить мирянина. Это не проблема. У нас такое тоже было. И один, например, и романах прямо одному моему знакомому священнику сказал, закрой пасть, или я тебе все зубы повыбиваю. Прямым текстом. Я верю вам каждому слову, что вы говорите. Потому что я такое же здесь встречал. Но так, что пришли миряне в мирное время, и никакая догматика их не разделяет, и избить епископа, да, я даже нигде не слыхал. Просто, ну, как бы невозможно. Хотя, возможно, все. Но это у них в обычае. Ну, последние события на Сахалине, вы, наверное, знаете, да? Да. Последние события на Сахалине, что произошло. Ну, в Сахалине зашел там дурак. Ну, вот, я к чему хочу сказать. Вот, смотрите, то, что сейчас происходит убивать священников, вы думаете, что их убивают только потому, что они святы, и потому, что они несут имя Божие? Нет. Это говорит о том, что просто Господь таким образом пытается образумить нас, убивая у нас священников, уничтожая наше православное духовенство, и хороших, и плохих. Любыми способами. Вот, например, в одном городе собаки загрызли священника. Это что? Он не родил священник, потому что собаки загрызли? Или он такой святой, что его собаки загрызли? Нет коммерции. Я не знаю, где это было такое, что священника и собаки загрызли? Это надо, конечно, это в интернете есть. Это надо просто поискать. Я просто прямо не могу так сейчас сказать. Я не помню. Это давно уже я смотрел. Не, это давно, чтобы собаки загрызли. Это вообще... Но ребенок там, ползунок еще могут. А это же люди закрещают. Я говорю то, что было сказано... Ну, в общем, не об этом. Давайте, ваша цель, встреча наша. Еще что нужно ответить вам? Вы только одно запомните сразу, что я никогда не спорю. Это не положено. Я возвещаю истину. Спорить тот-то ничего не знает. Они приняты. У меня сейчас была единственная цель, это познакомиться с вами. Поговорить, узнать, чем вы дышите, чем живете. И дать вам возможность познакомиться со мной. И в дальнейшем, если, допустим, поднимать какие-то вопросы, чтобы, знаете, в какую степь, как говорится, вести разговор. В данной ситуации это сейчас знакомство. Так смысл знакомства-то в чем? Для чего нам нужно знакомство-то? Ну, хорошо. А вам было бы неинтересно, допустим, узнать, что вот... Допустим, на Украине как живет, думает человек, например. Чем живет, чем дышит. Нет, мне это неинтересно, потому что многое я знаю, но с меня это не спросится. Моя задача... Вот мы в 2013 году были в Украине. Вот у меня вышло из печати 38 книг. Они находятся в Киевской национальной библиотеке, в Харьковской. Я в прошлом году проехал по Украине. Ну, городов и районных центров, я не знаю, наверное, не меньше 30. Я знаю эту обстановку. Мне на это время даже тратить не надо. Я говорю не о внешнем... Я говорю о внутреннем человеке, например, с которым, допустим, вы общаетесь. Я не говорю конкретно о себе. Я вообще говорю. Вообще. Зачем это значит? Что нужно, я из интернета узнаю. Я лично переписываюсь. У нас с Украиной люди есть, которые близки нам. У меня на это и время даже нет. Потому что на моем сайте, сайт во свете Библии, открытым оком называется, тебе черкните. Его легко искать. Я отвечаю на 4124 вопроса. Я много лет вел занятия в разных университетах, милиции, воинских частях, радиопрограммы. Так что мне не за чем туда лезть. Я просто даю, что у меня есть. У меня на это и время даже нет, что узнавать. А сейчас позвонят ко мне из Белоруссии, с Германии. Они хотели бы. Да нет, конечно. У меня на это время даже нет. Я в вашем распоряжении, если вы хотите что-то узнать, ну, указать на каком месте. А просто узнавать мне... Это не мое. Я даже с человеком-то бываю, когда редко узнаю, какой он веры. Говоря с ним, я уже в течение нескольких минут узнаю, что за вера у него. А что у меня... А, например, что у меня за вера? Откуда я знаю? Я вас не вижу, вы скрытые. Ну, вы же говорите, в течение нескольких минут разговариваю. Я с человеком разговариваю, я смотрю ему в глаза, посмотрю, кто он такой-то. А вы скрылись. Меня это уже настораживает. Ну, ладно, хорошо. В общем, мы познакомились, поговорили. Я узнал то, что, в принципе, я хотел. Если я, конечно, вам не помешал за это время, ну, если помешал, как говорится, прошу прощения. В любом случае, мне было приятно с вами пообщаться, и много для себя еще интересного нашел. Как вы могли, Вайти, у вас... Кто вам дал мой пароль? Какой пароль? Ну, а как вы вошли-то? У вас же, по-моему, информация о вас же есть. Достаточно ее вбить и в поисковить. Прежде чем, чтобы у меня аппаратура заработала, вы должны были знать мой логин. Так я же об этом и говорю, что ваши данные есть. Мне достаточно было вбить в поисковик, чтобы найти. И все. Никаких секретов. Я не какой-нибудь дядя, не дежурный по городу. Ну, 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 ну. Потому что, видишь, кто-то, может, знакомый есть. А сейчас с Украины Днепропетровск. Ваш же город там. Ну, да, ну, как наш. Не наша епархия, но в 100 километрах от нас. Ну, нет, там Леонов, он выходит. Семинарий закончил. Сейчас отправили в Румынию учить там немецкий язык. Хорошие ребятишки. У нас ролики выставили. У нас все записывается. Так, если вы еще думаете выйти сюда, у вас нужна какая-то будет, только по конкретным вопросам. Вы уже все узнали. Да, я все, что хотел, узнал. Да, я вам сказал, все переспрашивать только не надо. Потому что я не лгу, и поэтому ответ будет... Да, я не переспрашиваю. Да, я не переспрашиваю. Да, я не переспрашиваю. То, что мне хотел, я узнал. Мне нужно было просто узнать о вас. Да. Я узнал. Мне это было большое спасибо за это. Вот если у вас что-то... Да. Если будут у меня вопросы, которые необходимо будут уточнить у вас, я, конечно, свяжусь с вами. Если нет, мы просто буду... Я поняли, я уже пометку сделаю. Вот в это время, и в этот же день. И только один раз. И только с вопросами. Если вопросов никаких нет, то у меня просто на это время нет. И обязательно, чтобы были видны. И знаете, Тихонович, поверьте, я не из тех людей, которые надоедают. Так что... Как говорится с Богом. Я не то, что надоедает. Потому что у меня часто бывает с одними и тем же неоднократные встречи. Вот познакомились сейчас, а он в Санкт-Петербурге. Какой-то с пастом, по детьми занимается. Другие выходят. Это я принимаю. Но встреча должна быть такая, чтобы вы желали бы что-то узнать. Чтобы я мог быть полезным для вас. А вы уже для меня полезны. Вы уже дали мне много... Много пищи для размышлений. Мне уже этого достаточно. Для начала, по крайней мере. А от вас 1-го май сдалеко? 1-го май... Я, честно говоря, не в курсе. Я даже не знаю... 1-го май, скота районный центр. 1-го май, скота районный центр. Какой? 1-го май, скота районный центр. 1-го май, скота районный центр. Врать не буду. Абрес Николаевск далеко от вас? Ну, конечно. Это юг, а я на центре. Я в центре. Я в центре, а это юг. А какой самый большой город окол вас? Полтава. Мы там не были. Полтавская область, Полтавская битва, если вы помните. Ну, к тому сказать. Это я хорошо знаю, что о Полтаве. Я хотел только узнать, какой город, и сказать, были мы в прошлом году там или нет. Там находятся в каждой библиотеке мои 38 книг, которые я дарю, еду по миру. Начиная от находки Владивостока и... Так, теперь вы сказали, у вас из Португалии кто-то был. Что за люди? Не у меня был. Я вам говорил о том, что у нас во время разговора, когда зашла тема, я сказал, что, по-моему, или из Португалии, или откуда-то из тех краев с Южной Америки, приехало или две, или четыре семьи старо... Старообрядцев? Да, старообрядцев. Ну, конкретно, в каком месте они поселились, я не знаю. Но они переехали и стали уже фермерцем потихонечку заниматься. Ну, то есть, обживаться. И сказали, если мы обживемся здесь, позовем всю нашу общину аж сюда-обратно. То есть, возвращаться начинают они с Южной Америки в родную матушку-землю. Ну, они на Востоке остановились, очень неприветливые, им даже дров не дают тому. И показывают. Фильм снятый, потому что жалко. Люди такой путь проделали. На родину вернулись, им всякие препятствия делают. Ну, этого я деталей не знаю, я только то, что в новостях рассказали, то, что услышал я, запомнилось вот так вот, и все. У нас в Залесовском районе несколько из семей тоже приехали. Ну, они стоят к нам, приезжали, вот деревню православную строим, тоже. Они страшно упрямые, беспоповцы все. Ужасно упрямые. Вот он приехал, он обязательно начинает сны какие-то рассказывать. У нас это не принято. И он не сравнивает с Библией. У нас два главных слова, это Христос и Библия. Все, что не по Священному Писанию, Златоуст говорит, о том даже не рассуждаем. А они Библию в руках не держат. То есть у нас можно было поселить, земля. А как же, стоп, если мы говорим, если не по Священному Писанию, а как же Священное Предание в таком случае? А книги Святых Багоносных Отцов Наших? Это предание, Священное Предание, принятое Церковью. А это свои выдумки человеческие, предрассудки. А богословие откуда берется? Именно с выводов, с логических каких-то размышлений. Я, например, на этом и стою. То есть я, если что-то читаю, я тысячу раз перепроверю, проверю, а потом только начинаю уже как-то делать выводы. А не беру с потолка там, вот мне что-то сказали, а я раз и поверил. Как понравилось? Вот они только приехали и сразу. А у вас паспорта есть? Ну а как без паспортов-то? А это нельзя, это антихрист. Паспорт обыкновенный? Антихрист. Откуда он взял? Какое? Писание, предание запрещает. Павел был римский гражданин. Если был паспорт, значит он бы паспорт имел. Они вообще не слышат. Я не говорю про ННН, там это все для них запредельно далеко. Так у вас что, электричество есть? Это нельзя. Телефонами пользуйтесь. То есть вот это все на толк, как у Диамида, епископа. Его не остановить, ничего. Попытались мы хоть спросить, а что плохого в телефоне? Это нельзя. А у вас телевизор есть? Телевизора нет, но вот интернет есть, дети учатся в школе. А в эту советскую школу нельзя отдавать. Но у нас все учителя свои верующие, свои. Прихожане наши. Он не понимает, не слышит ничего. Почему? Он старовер. Писание у них как-то не держит. А вот мне сразу попутний вопрос к вам. Вот вы напомнили. Хорошо. А как вы тогда относитесь к тому, что, например, не помню, или архиепископ, или епископ, или митрополит, это, Иларион, по-моему, или Пантелеймон, или Иларион, по-моему, Пантелеймон. Это московский там, я не помню. Так вот, как вы относитесь к тому, что он на молебне с водосвятием читает не богослужебные книги, а читает по электронной книге, то есть по эподу? Как ваше отношение к этому? Что именно читает, я не понял. Ну, богослужебные тексты при молебне с водосвятием. А что он читает-то? Богослужение читает он по электронной книге, а не по книгам. А по электронной книге читают? Да, как вы к этому относитесь? А что в этом особенного? Ничего я в этом не вижу. Какая разница из страны, шелестеть или электронная? Мы этого не делаем. У нас этого не будет. Я думаю, никогда не будет. Но он так, а почему нет? Те же самые буквы, те же запятые. Я считаю, что это неправильно. Лично мое, это не говорю о всех, а о себе только. Что лично мое понимание, это неправильно. У нас этого не будет. Я говорю, у нас этого нет. Но я должен смотреть не только по себе. Вот это и есть, говорится, одна ямка в мозгах, и дальше ничего нет. Я спрашиваю, почему нет? Ответ, почему нет? Когда те же самые буквы. Такая золотая середина, в моем понимании, неприемлема. Ну, неприемлема, это один вопрос. Другое дело, настаивать на себя. Он сразу настаивает. Если мы к вам приедем, а у вас паспорта, а из одного колодца как тогда воду черпать будем? Он еще не приехал. Только разведчик приехал из Тараверов, который переезжает с других мест. И они к нам приехали в деревню. У нас это бывшая старообрядческая деревня, Беспоповская, Кержаки. Калугеры, как у вас там. Но он ничего не слышит и не видит. И он спрашивает, чем плохо, что у нас телефон. Он не может еще не сказать, но мы не приемлем. Он сразу же войну объявляет. Как это так? Я считаю, конечно, что диалог должен быть без фанатизма. Но с некоторыми вещами я бы никогда не согласился. Хотя и без соплей, как говорится. И без пену во рта. Но я бы не согласился. Они начинают говорить, что надо сидеть только на скамейках. На стульях нельзя. Я говорю, ну почему на стульях-то нельзя? Он не может объяснить. Но он начинает ко всем придираться. Пришел в гости, а у нас стулья стоят. А почему у вас стулья? А вере-то нет спасения никакого. Человек как помешанный. Ему сказали, ты в трамвае едешь вот сюда, старобрядцы. А в трамвае-то на сиденье сидела женщина месячная. Она нечистая. А ты сел. Он не стал больше трамвая ездить, а пошел только по трамвайным путям. Пешком из дома идет. А ему сказали тогда, ну женщина трамвай-то ехала, она же над шпалами ехала. Теперь он идет между путем, чтобы теперь он же полностью чистый. Ну понимаете, это пределу безумия никакого нету. Ну это фанатизм. Ну это то, что здесь. Я говорю, то, что у нас. Вот это я знаю только. Так это не одно это. Надо все освободить через Слово Божие. Не Слово Божие это. Златоуст говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Даже не рассуждаем. А принято. Принято, я исполняю. Я легко покажу, что наши посты, кроме Великого, вот перед Пасхой, семь недель, и среда, и пятница, это не евангельское устроение. Они не нужны, посты их нарушают. Но я православный, я ни разу в жизни, ни в тюрьмах, которые я прошел за Слово Божие, ни в армии, ни в больницах, я не нарушил поста. Я строжаю, что не положено растительное масло, не будет. Потому что я православный, и в это слово я включаю все, что приняла церковь. То, что не противоречит Слово Божие. Мне эти посты нужны. Я в них родился. Я не понимаю, как бы я без поста жил. Но навязанным другим нельзя. Но они приняты сегодня, и поэтому обязаны все соблюдать. Ну, смотрите, вот сейчас получается у нас, какая петушка, вот, например, даже в Московском патриархате. Одна часть Московского патриархата сторонники для того, чтобы причастие, было и перед причастием, исповедь, и вычисленные правила. А другая говорит, что зачем такие сложности, когда можно было бы проще. Понимаете, какая-то еще петушка у нас. Внутри даже происходит. Внутри Московского патриархата. В материалах это показано. Часть людей понимала так, другая иначе. Вначале в сверху Христовой не было этого, никакой исповеди. Да испытывает себя человек, Павел прямо говорит. И тогда приступает. Но у нас так принято. В отдельной комнате исповедовать, остальные перед дверями стоят. Батюшка одного пускает, другой заходит. Тайная исповедь. Иоанн Хронштадтский делал общую исповедь. Но это не пример, а просто дерзновение было его такое. Мы не можем отсуждать, но он один был такой. Ну, кому отпустится, на ком отпустится, там не запрещено, как говорится. Ну, а если человек сам заходит в комнату, например, перед иконой, начинает исповедоваться, а ему никто не отпускает грехи, ну, как это? Никак. Там священник стоит, еще раз говорю. Заходит, там священник. Евангелие, крест. Так, и под аналогием можно, то есть перед аналогием может быть там. Понятно. Для того, чтобы никто не слышал, я вот чему сказал-то. А не так, что исповедуется, а на ним пять человек стоят, уши развесили. У нас тайная исповедь. Перед священником, перед Богом. А помните, как у Иоанна Кронштадтского, когда не было возможности исповедоваться у него из-за многотысячного количества прихожан, была общая даже исповедь. Люди даже выкриктывали за... Об этом написано в настольной книге священнослужителя. Об этом говорит ныне канонизированный Серапим Щичагов, митрополит, расстрелянный ГПУшник. 37-м. И он говорит, ссылаться на это мы не можем. Мы не знаем, в каком положении Анкронштадтский. И он видит, что некоторые стараются подражать ему, может он сейчас сокрушается и плачет там в вечности, что подал такой дурной пример. Вот какое дело-то. принято, и мы понимаем, это необходимо. Но в первоапостольской церкви этого не было. Я вот что сказал. Ну, я так понимаю, что вот если взять все, ну как бы, без, ну вот этих налетов, вот этих искусственных, если взять вот так вот все с чистого листа, то получается так. Православная церковь должна выглядеть таким образом. Ну, приблизительно. Это определенное помещение, жертвенникам как такового может служить только наша душа. Престолом может служить любое место, где могут причащаться, допустим, святые кровью и плотью Христовой, так скажем. Исповедь так каковой, в принципе, она не имеет большого значения. Это, если так брать, по первому христианскому времени, как у Петра и Павла этого было. То есть получается просто община. Та же самая, по сути дела, беспополучина. По сути дела. Никак. Если взять... Там священник стоит, еще раз говорю. Вы священника-то куда дели? Где нет епископа, нет священника, там нет церкви. Граница церкви только там, где исторически от апостолов рукоположенное священство. Где этого нет, там секта. Ну, я говорил о первом христианском времени, то есть первый век. Ну да. Это было Христово. Там всегда были епископы, где нет священства, нет церкви. Вот сейчас, вы что думаете, они православные спасутся? Мы так не говорим. Мы говорим, священство сохранилось, это православие, старобрящество, и вместе, и католическое, и григорино-армянское, копты и сирсы, пять. Вот в этих пяти это границы церкви. А там ереси, у нас тоже хватает. За ними все, все становится. И Киев Печеский Феодосий сказал, что ни католическая, ни армянская, ни латинская, ни армянская церковь не спасется. Вот он сказал я. Спасение Бога, мы говорим, границы церкви, когда отвечаем на вопрос. Там, где есть епископата в патрусцевских времен. Ответ мы должны дать какой-то. Где границы церкви? Допустим, говорят, а что такое священное писание? Это Слово Божие. Святая Библия. Три названия. Где первая буква В, в начале Бог сотворил, последний мягкий знак. Ни одной буквы, ни одной черты туда добавить нельзя. Все, до одной буквы высчитано. А где предание начинается, заканчивается, никто не знает. Ни один человек на земле. Поэтому пишут. Вот опять же, когда переписываю 70 толковников в Священописании, у вас не появляется такая мысль, например, что осознанно кто-то мог изменить что-то. Ведь 70 человек нет ее. Это невозможно. Потому что Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Вы, если знаете, как они писали, даже Слово Бог, когда пишут, нельзя было у них перо дважды обмакивать и обернуться, хотя бы гром гремел, пока не напишет Слово. На каждой строчке количество букв вписывалось, подсчитывалось и ставилось на полях. Если было допущено две ошибки, третья пришла, весь свиток уничтожался. это надо понимать, с какой осторожностью иудеям, веря на Слово Божие, они его сохранили. Ну, это я подобности таких не читал, и у меня не было возможности. Ну, я просто вам говорю, как было. Это такой закон. И поэтому даже одна буква не была утеряна. Бог сохранил. Я говорю, бодрствую над Словом, и Он бодрствует. Наш перевод один из самых лучших в мире, синодальный перевод. И вот эти новые переводы Библии, они не нужны никому. Это вульгарщина. Ну, я, например, у меня остался тоже синодального издания, тысячи, по-моему, если я брать не буду, или 906, или 909, вот, не помню, года. И я тоже ее храню, но у меня уже там, из-за того, что я ее часто читал, уже листочки начинают это, я уже даже лишний раз ее боюсь тронуть, потому что разлетается потихонечку. А вы на нашем видеоканале бываете? Видеоканал в Ютубе. Он называется «Открытым оком». Там 1500 наших роликов. Надо будет зайти глянуть, я даже и не знал, что у вас есть канал. Видеоканал 1540 роликов. И вы только зарядите в плейлист, какой вам нужно там, о церкви, о персонах, о скайпе. То есть, разложено как. Очень легко искать. Хорошо. Я посмотрю, вот немножко раскручусь делами, я посмотрю обязательно. Я даже не знал, что у вас есть. Каждый ролик вам будет поступать на стол. У нас уже 737 подписчиков. Понял вас. Хорошо. Ну ладно, не буду вас уже, как говорится, утомлять. У меня, в принципе, тема общения достаточно большая, но при вашей занятости, конечно, я не смею вас отбирать лишнее время просто. Поэтому я вас, как говорится, отпускаю с Богом. Ангелы-хранители вам. Спасибо, Христо. Удачи. А вы знаете, Юрий Владимирович, какой у нас в правительстве был? Кто? Подождите, кто в правительстве, где что? У коммунистов. Юрий Владимирович, первый секретарь, какой был? Ага. Намекаете? Не надо намекать. Это не связано. Кто был-то, знаете? Андропов. Андропов. То есть, легко вспоминать. А я не намекаю, даже в мыслях не было. Просто... У меня с ним... Я с ним даже вряд не стою. По всем отношениям. Конечно, нет. Я просто для того, чтобы запомнить легко. Это я уже давно о себе знаю. То есть, не о себе, а о том, что у меня есть такой вот схожий, как говорится, в именах. А вообще, я с ним отличаюсь по многим причинам. Он, во всяком случае, в отличие от меня, на голову выше меня стоит по многим параметрам. Потому что, во-первых, он высокообразованный человек, а я перед ним буквально бумажка. замазанная. Так, Юрий Владимирович, давайте договоримся. Вы выходите, запишите это время, не позже, только в это время и только во вторник. Когда у вас будет достаточно вопросов, которые вам необходимо разрешить. В другом случае, я просто не имею возможности. Я желаю послужить, каждому человеку послужить. Игнатий Тихонович, я уже вам в самом начале там сказал, что я не надоедливый человек, я не собираюсь вас постоянно дергать. Если будет необходимость, я, во-первых, вам сначала напишу. Напишите, я скажу, где, в Mail.ru, в моем мире, я там сижу. Да я могу и в Skype скинуть, а вы просто прочтете, что я там, и все. В Skype я могу и не увидеть даже. В Mail.ru я сразу увижу. Я сижу, а в Skype я не захожу. Ну, понятно. Хорошо, хорошо. А в Mail.ru вы зарядите только Игнатий Лапкин. Мой листик сразу откроется. Я один, так, с этим именем. Не Владимир Николаевич. Понял. Хорошо, хорошо. Ну, все, как говорится, с Богом. С Богом. С Богом. Ангел-хранителя. Храни вас, Господь. С Богом.